А благотворительному проекту Добрые Среды исполняется два года. За это время мы вместе с вами помогли 68 детям. Каждую неделю в медиахолдинге ТВ и благотворительный фонд Родная рассказывают о малышах с серьезными заболеваниями, а затем вы помогаете собрать деньги на их лечение. О том, что уже удалось делать, расскажет Юлия Савосина. Лиз, что будем делать? Массажик? Давай. Широко улыбаясь, маленькая Лиза готовится к сеансу речевого массажа, чтобы девочка не волновалась, ей дают планшет с играми. Так Лиза лежит на кушетке спокойнее. Начинается занятие с разминки в виде точечного массажа. Он помогает активизировать зоны мозга, которые отвечают за речь. Также используются и китайские методики. Это аппарат Суджо. Он используется в китайской медицине для того, чтобы наши мышцы и энергетические каналы хорошо работали. А также он нам помогает точечному массажу и хорошо очень разминает мышцы. Особое место на занятиях уделяется массажу языка. У Лизы он находится в тонусе, из-за этого плохо двигается. А его разработка помогает улучшить движение. Благодаря этому Лиза начинает лучше говорить. Лиза родилась недоношенной. У трехлетней девочки сразу несколько заболеваний. Среди них ДЦП и задержка психоречевого развития. За несколько курсов реабилитации Лиза Балакина освоила практически все группы звуков. Свистящие, шипящие, научилась говорить «л». Сейчас работает над тем, чтобы отчетливо произносить «р». Пройти курсы девочка смогла благодаря зрителям телеканала ОТВ. О ней мы рассказывали в одном из выпусков проекта «Добрые среды». Медиахолдинг ОТВ проводит его совместно с благотворительным фондом «Родная». После сюжета удалось собрать деньги. Это ваши пожертвования и оплатить 18 сеансов речевого массажа для Лизы. У Лизы появилась речь, появилось много очень слов. Конечно, они еще не все разборчивые, то есть не все можно понять, но в любом случае они стали. Она стала повторять слова. Раньше она этого боялась или стеснялась, не знаю по какой причине. Сейчас она пробует, да, пусть пока неправильно, но по крайней мере она пробует и говорит. Поэтому звук у нас очень большой. Проект «Добрые среды» уже два года помогает южноуральским детям. Медиахолдинг ОТВ и благотворительный фонд «Родная» с помощью зрителей смогли улучшить жизнь 68 семей. На собранные средства покупали медикаменты, оплачивали лечение и реабилитацию. А в отделении палеотивной помощи областной детской больницы были закуплены гастростомы и комплекты для их установки. Общей стоимостью более 170 тысяч рублей. Это специальные трубки. Они необходимы детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями, которые не могут есть сами. На сегодняшний день показания для установки гастростомы и у детей, которые могут глотать сами, но не могут есть полноценно. Вот тот же заболевание муковисодоз, о котором, наверное, многие слышали, это одно из самых распространенных генетических заболеваний. Там ребенка надо кормить очень часто, в том числе и ночью. И чтобы ребенка не будить постоянно, да, по три раза за ночь, им тоже на сегодняшний день рекомендуется установка гастростомы. На деньги, собранные в проекте, удалось приобрести два педальных тренажера с электродвигателем для парализованных детей. Благодаря занятиям на мотомеде мышцы не атрофируются. С днем рождения проекта «Медиахолдинг ОТВ» сегодня поздравляет президент благотворительного фонда родная Наталья Баскова. Корреспондентам и операторам телеканала она вручает подарки. Часы с изображением персонажа Пети Добросредова. Это символ благотворительного проекта. Сегодня для нас знаменательный день, возможность сказать много-много раз мы готовы говорить спасибо всем, кто в этом проекте участвует и кто помогает. И мы надеемся, что и в дальнейшем этот проект будет направлен на то, чтобы нашим южноуральским семьям пусть чуточку становилось в трудный момент легче. И чтобы они понимали, что они не одни. Все сюжеты получаются очень душевными, потому что наши корреспонденты подходят основательно к этим сюжетам. Они сами проникаются в каждой истории, входят в семью и рассказывают уже какую-то личную историю, потому что они подружатся с мамой, с героем. И личная заинтересованность возникает помочь этим людям. Проект «Добрые среды» будет продолжаться. Пока-пока, пока-пока, пока-пока.